У меня будет две презентации, хотя я помню, что я должен покороче выступать. Прежде всего, я бы хотела свое отделение представить, но вы его уже посетили, поэтому я буду очень кратко говорить. Вот вы видите, это виртуальный КТ-стимулятор, 2D-стимулятор, который вы не видели. Это от компании «Орклетрон». Мы используем для простого двухмерного планирования этот симулятор с некой возможностью спланировать более комфортную брахиотерапию. У нас есть также 14 станций, это Вариан, Электа и Брейнлаб. У нас 4 также установки для планирования брахиотерапии. То, что касается станций для планировки, мы также можем планировать брахиотерапию для ракопредстательной железы, потому что это совсем отдельная система. У нас две брахиотерапии установки, и в нашем отделении мы лечим приблизительно 2000 пациентов в год. Большинство этих пациентов, 45% из Санкт-Петербурга, еще одна треть из северо-запада России, и 20-25-30% из других регионов Российской Федерации. Надо сказать, что если мы посмотрим по нозологиям, то это в основном эти пациенты, которым нужна брахиотерапия, стереотактическая или лучевая хирургия, потому что немногие центры могут предоставить подобное лечение сегодня в России. То, что касается локализации нозологии, большинство из пациентов, это пациенты с РМЖ, и это, как правило, послеоперационная терапия. Очень много ракопредстательной железы мы делаем как брахиотерапии, так и сибертии. У этих пациентов гинекологические пациентки и другие в структуре нозологии, это пациенты, приблизительно 5% из них это опухоли головы и шеи. Если мы с вами посмотрим на быстрорастущую технологию или технику, это стереотактическая хирургия, это радиохирургия, мы каждый год приблизительно растем на 20-30%, и мы будем лечить при помощи этой техники больше пациентов в следующем году. Если мы с вами посмотрим на брахиотерапию, мы сегодня используем только HDR. Вот это пациенты, не в год, кстати, здесь это полный пул цифр. За последние 5 лет мы прилечили приблизительно 500 пациентов с ракопредстательной железы, приблизительно 300 пациентов с РМЖ. В качестве брахиотерапии как БУСТа. И у нас есть некий опыт с эндобронхиальным раком и брахиотерапией. И отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что это очень перспективное направление использования брахиотерапии. Я не помню, почему я забыла здесь, но мы также ее использовали достаточно активно для лечения пациентов с пищевода в качестве БУСТа, опять-таки. Это прямая кишка, опухоль головы и шеи и мягких тканей. Это не такое большое количество пациентов, но тем не менее они у нас есть. Говоря о наших научных интересах. Мы, конечно же, сегодня говорили о радиотерапии, которая связана с оттоком лимфы. Я полагаю, что это одно из самых интересных направлений и применений в этом году. Мы уже с начала века этим занимаемся. Мы, конечно же, говорим о внутренних лимфатических узлах. И это техника использования, облучения внутренних лимфатических узлов молочной железы. Я полагаю, что эта техника очень интересна. Мы продолжаем ее исследовать. Мы также тестируем подобную терапию с раком шейки матки. Но сегодня мы несколько скептически относимся к будущему этой технике у этих пациенток. И некоторые проблемы существуют. Мы говорили уже об опухолях головы и шеи. Я полагаю, что это будет расти и развиваться в нашем отделении без всяких вопросов. И я полагаю также, что Амстендарск, Амстендарская группа, которая представила эту технику для пациентов с опухолями головы и шеи, она, в общем, для нас сделала достаточно много. Мы также экспериментируем с раком предстательной железы. И мы участвуем в определенном количестве РКИ, где мы сравниваем высокодозную бракотерапию СБРТ с точки зрения осложнений, конечно же, потому что мы не знаем, какая техника лучше сегодня у пациента с средним и высоким риском рака предстательной железы. Мы также исследуем высокодозную бракотерапию в качестве монотерапии у пациентов группы высокого риска. Мы также начали оценивать возможности использовать СБРТ у пациентов после ростокотомии, у тех пациентов, которым нужно облучение ложе опухоли. Мы также начали говорить о гипофракцинации у пациентов с опухолями органов малого таза. РМЖ, безусловно, потому что большинство наших пациентов, они с РМЖ, это основная наша область интереса. Мы сегодня сотрудничаем очень-очень активно с отделением ядерной медицины, и мы делаем ускоренное облучение, нехирургическое лечение у пациентов с полным ответом на неодиуатную терапию. Также лучевая терапия на основе оттока лимфы, это означает, что мы делаем биопсию лимфатических узлов, и также мы облучаем лимфатические узлы внутри поля и оцениваем сторожевые. И надо сказать, что мы также оцениваем бракотерапию в качестве густа. Это один из протоколов, в котором мы наиболее заинтересованы. Это пациенты с ранним РМЖ. Здесь мы можем оценить спекк-КТ. Это очень интересная возможность для того, чтобы исключить вовлечение не сторожевых лимфатических углов у пациентов с РМЖ. Мы предполагаем, что эти пациентки могут обойтись без биопсии сторожевого узла и просто при помощи облучения молочной железы. Но мы проводим еще одно исследование с коллоидами для того, чтобы визуализировать во время лечения эти лимфатические узлы, для того, чтобы спланировать лучевую терапию надлежащим образом. Это еще одно исследование, весьма интересное, в котором мы планируем начать участвовать в этом году. Я уже о нем говорил. Это не хирургическое лечение пациенток с полным патологическим ответом, потому что сегодня мы знаем, что мамосинтография является простой диагностической процедурой, и она может очень четко нам спрогнозировать полный патологический ответ. Поэтому мы можем отобрать тех женщин, которые отвечают идеально на неодевантную химиотерапию. И у этих пациенток мы можем предположить, что мы можем дать лучевую терапию, и затем брахитерапию в качестве бустер для ложа опухоли. Стериотактическая терапия при разной локализации опухоли для олигометастатического заболевания, потому что у нас много таких пациенток. И мы также тестируем аналогический профиль после Сиберти. Это в отделении Ирины Балдуевой. Они тестируют там аналогические изменения после стериотоксической радиотерапии, для того чтобы понять, существуют ли таковые вообще, если они существуют, какова прогностическая значимость этих изменений, и как мы можем опираться на них с точки зрения прогнозов, потому что мы не можем иммунотерапию предоставить всем пациентам из-за экономических соображений, несмотря на то, что мы знаем эту комбинацию с точки зрения иммунотерапии. Она лучше, наверное, которую мы можем предоставить, но тем не менее. Вы видите, паттерны сегодня, они отличаются. Здесь, например, у этих пациентов это самые прогностически хорошие изменения, потому что в этой группе мы видим определенный эффект. Это повышение Т-хелперов в течение первого месяца после облучения, и затем этот уровень начинает падать медленно. Мы также видим некоторые другие паттерны, где мы, в общем-то, не видим никаких изменений в простом эмилогическом статусе. Когда мы говорим о других локализациях, безусловно, мы занимаемся гинекологическими пациентками, исследованиями в области рака легкого. Конечно же, нам больше всего интересны СБРТ с пациентами в стадии Т1, Т2 и олигометастатическим заболеваниям. Голова и шея, мы уже об этом говорили, еще интересное исследование, это рак поджелудочный, и, к счастью, у нас не так много пациентов. Мы думаем о дооперационной СБРТ у этих пациентов, но это только на стадии предложения на данный момент. Рак прямой кишки мы пытаемся убедить наших хирургов. У пациентов с хорошим ответом обходиться без хирургии. Саркома местных тканей, очень интересная тема. Мы делаем дооперационное СБРТ, и мы называем это бритва и ножницы. Не знаю, что будет в конце, но на данный момент у нас уже было 9 пациентов, и нет никаких осложнений, что является очень важным для первой стадии этого заболевания. Педиатрические пациенты, мы сегодня не так много этих пациентов имеем, к счастью, они очень отличаются, поэтому не так много исследований мы ведем. И олигометостатическое заболевание, вот и все. Большое спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.